МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный скандал дня вокруг бывшего генконсула Грузии, а ныне руководителя благотворительного фонда на благо Одессы и близкого соратника Саакашвили. Теймуразу Нишняя Нидзе объявили подозрение о хищении в особо крупных размерах. Вручали подозрение ночью на трассе, а сегодня уже допросили в ГПУ. Все подробности громкого дела выясняли наши корреспонденты. 12 часов ночи трасса Киев-Одесса. До столицы всего 80 километров. Но внезапно авто Теймураза Нишнина Нидзе блокирует сотрудники СБУ и ГПУ. Дипломат тут же начинает онлайн-трансляцию на своей странице в Фейсбуке. Причина остановки – подозрение грузинского дипломата в коррупции. Его обвиняют в злоупотреблениях еще в бытность генконсула Одессы в 2011-2013 годах. Но брать протокол в руки Ниншина Нидзе отказывается. Дескать, украинский язык знает не слишком хорошо. А значит, ничего подписывать не собирается. Правда, на допрос в прокуратуру все же пообещал прийти. Я не собираюсь в прокуратуру. 10 марта 2017 года в 10 часов утра. Да. Он что, не спится, че что? Да перенеси трассе спины еще. Я здесь все утро не встану. Позже на сайте ГПУ прояснили суть дела. Уголовное производство против Теймураза Ниншинаидзе открыли еще 26 мая прошлого года. По мнению следствия, дипломат, пользуясь своим служебным положением, присваивал государственные деньги. Перед допросом в прокуратуре Ниншинаидзе изложил свое видение ситуации. По его мнению, у финансового скандала политическая подоплека. С лета прошлого года идет политическое преследование. Так как человека, который связан с командой Михаила Саакашуи. Но, как утверждает ГПУ, политика здесь не при чем. С июня 2012 по ноябрь 2013 Теймураз Ниншинаидзе подал в налоговые документы на возмещение средств НДС за якобы покупку дорогих брендов. Луи Витон, Гуччи, Хелен Марлен и так далее. Сумма получилась немаленькая. 100 миллионов гривен. Это значит, что Украина, согласно декларации экс-дипломата, должна возместить ему 17 миллионов гривен. Допрашивали бывшего консула более пяти часов. И суд по избранию ему меры пресечения пришлось перенести. Тимур Асниншинаидзе потребовал переводчика и время на изучение материалов дела. Олег Решетняк, Сергей Ероменко. Подробности. Телеканал Интер. Суд уже начался. Слушание проходит в Печерском райсуде столицы. Там присутствует и моя коллега Алла Матюшок. И она на прямой связи со студией. Алла, приветствую. Мы тебя внимательно слушаем. Какие самые последние новости? Добрый вечер, Алексей. Заседание Печерского райсуда столицы по делу экс-ген-консула Грузии Тимура Анишнианидзе, а также руководителя благотворительного фонда «На благо Одессы», должно было начаться еще полчаса назад, но до сих пор так и не началось. Все ожидают приезда судьи. Хочу сказать, что поддержать Анишнианидзе специально приехали участники АТО из Черноморска, которым он помогал, а также представители других общественных организаций. Этим вечером ему должны избрать меру пресечения. Генпрокуратура требует 60 суток ареста или 10 миллионов гривен залога. Сам Анишнианидзе сказал, что таких денег ни у него, ни у его друзей нет, так что залога не будет, а само дело назвал политическим заказом. Пока я дела не читал, потому что я, к сожалению, очень плохое дело украинским языком. Мои адвокаты и ознакомились с клопотанием прокуратуры, которое требует 10 миллионов заставы или же 60 дней содержания под стражей. Вы говорите, что растратки денег государственных? Отмывали денег фонда? Государственных денег в фонде на благо Одессы не было и бить не могло. Ну а пока что мы остаемся здесь, следить за развитием событий, чтобы позже рассказать вам о результатах заседания. Алексей? Спасибо, коллега. С нами на связи из Печерского райсуда столицы была Алла Матюшок. В этом суде сегодня могут избрать меру пресечения Тейму разу Нишнианидзе, экс-генконсулу Грузии, а ныне руководителю благотворительного фонда на благо Одессы. В Одесской области день вообще выдался богатым на скандалы. Еще один помельче в Коминтерновском районном суде. Там секретарь попалась на взятки в 3000 долларов. По данным следствия, вместе с сообщником адвокатам требовала эту сумму от частного нотариуса. Женщину запугивали тем, что в одном из судебных разбирательств ее статус может измениться со свидетеля на подозреваемую. А вот чтобы этого не произошло, как раз и требовали мзду. Взяли секретаря суда и сообщника с поличным. Теперь им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Антикоррупционную стряску готовит НПК для 11 судей и чиновников. Основанием для полной проверки стали обращения от общественников и правоохранителей. Они подозревают, что судьи скрывают свои реальные доходы. Комиссия, в частности, проверит декларации некоторых членов Верховного суда, высшего хозяйственного и сотрудников полиции. Напомню, что НПК уже более 30 раз отказывалась проводить дополнительную проверку деклараций. Трясло сегодня и налоговиков, которым привели следы дела Насирова. Детективы НАБУ провели обыски в управлениях фискальной службы Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. Информации очень немного. Светлана Шекера попыталась выяснить подробности. Охранник на входе в Главное управление фискальной службы в Харьковской области подтверждает, обыски сегодня были. Но здесь ничего не говорят о том, в какие отделы наведались детективы НАБУ и что унесли. Я не могу вам сказать информации, потому что у меня приказ у кого-то слышали. На своем сайте фискалы выложили короткую информацию. Подтвердили, детективы НАБУ у них работали. Но из подробностей только то, что конфликтных ситуаций не возникало. По неофициальной информации, визит детективов мог быть связан с недавним арестом бывшего главы ГФС Романа Насирова. В НАБУ это частично подтверждают. Пресс-секретарь рассказала, обыски проходили в рамках расследования газового дела нардепа Онищенко. Даные следственные действия проводятся в рамках расследования криминального проведения о расстрете денег, отриманных в наследие выдачи и продажи газового за договорами общей деятельности с компанией Укргазоводобивания. Что искали и что нашли, пока тайное следствие, говорят в антикоррупционном бюро. Наразі говорити про конкретних осіб фискальних служб в цих регионах мы не можем, через те, что про подозру пока что никому з них не поведомлялося. Детективы НАБУ продолжают работать. Обыски прошли в управлении ГФС трех регионов. В Харькове, Днепре и Полтаве. Светлана Шекера, Людмила Панасюк, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Кому может очень больно аукнуться арест Насирова? Коррупционеров, которых он сдаст? Или политикам? В случае, если они развалят дело, обязательно спрошу у гостей черного зеркала. Уже совсем скоро. Пока же расскажу вам о самом главном налоговике. Вокруг него продолжаются судебные страсти. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Роману Насирову. Об этом говорится на странице САП в Фейсбуке. Напомню, в ночь на 7 марта Соломенский райсуд столицы назначил главному фискалу двухмесячный арест с возможностью внести залог в 100 миллионов гривен. Антикоррупционеры считают эту сумму мизерной и просят увеличить залог. Пропорционально нанесенным государству убытком. А это 2 миллиарда гривен. В понедельник, 13 марта, в апелляционном суде Киева состоится заседание по иску адвокатов Насирова. Защита уверена, что доказательств против их клиента нет. И просят выпустить налоговика из Лукьяновского СИЗО на свободу. При этом заверяют, что 100 миллионов гривен для Насирова сумма неподъемная. Но в САП в это не верят. И стоят на своем. Мы в своих доказах впевнены. Мы хлопотали про 2 миллиарда гривен и обгрутовали эту сумму из одного избитка. Тому мы, власне, чему прокуратура оскаржила решение суду первой инстанции, оскільки мы не сгодны с суммой заставы. И будем хлопотать все-таки про ее сбільшение. Антикоррупционная прокуратура вважает, что это мала застава. И хлопотает про заставу в размере 2 миллиарда гривен. Тем не менее, у неимущего Насирова отнюдь не бедные родственники. Издание «Наши гроши» выяснило, что тесть фискала за последние несколько лет выиграл тендеры на 3 с лишним миллиарда гривен. Журналисты подсчитали, сколько госследств и за что получили принадлежащие Александру Глимбовскому корпорации «Альтис Холдинг» и ООО «Альтис Спецстрой» с 2010 года. По данным Вестника госзакупок и системы «Прозора», буквально две недели назад «Альтис» выиграла тендер на реконструкцию аэродрома Винница на 950 тысяч гривен. Самый крупный подряд 2015 года – почти 400 миллионов на строительство нового корпуса больницы «Ахмадед». Группа «Альтис» выиграла, но освоила только 10 миллионов. Больше всего «Альтис» заработала еще во времена Януковича на строительстве транспортных развязок и аэропортов. Только на реконструкцию Львовского к Евро-2012 Глимбовский получил свыше миллиарда. По родственному выигрывают миллиардные тендеры в Днепре. В центре скандала секретарь горсовета, член партии «Самопомощь». С тех пор, как его избрали на должность, бизнес семьи Вячеслава Мишалова просто процветает. Его родственники на тендере или на городских конкурсах больше миллиарда гривен. Как живет семейное дело и на чем зарабатывают, разбирались наши корреспонденты. В конце прошлого года и начале нынешнего года горсовет объявил тендеры. На установку в городе системы видеонаблюдения, а также на подключение интернета в школах и медучреждениях. Общая стоимость около миллиона долларов. Директор компании «Техноцентр», которая занимается IT-технологиями, попыталась стать участником конкурса. Но, как рассказывает директор фирмы, не дошли даже до торгов. Условия тендеров были прописаны под конкретных участников, уверяет Владислав Слободяник. На самом деле, к участникам, как таковым, здесь особых претензий нет. Ну, хотят заработать деньги и хотят. Здесь вопрос заказчику. Заказчик, почему коммунальное предприемство «Инфорада», грубо говоря, затачивает тендеры под конкретных участников? Почему это не свободный доступ? Ну, здесь коррупция или что? Нет? Докажите обратно. Победителем всех трех тендеров оказалась компания «Мегалинк» – структурное подразделение крупнейшего интернет-провайдера «Фрегат». По словам активистов, к ней имеет непосредственное отношение секретарь горсовета Вячеслав Мишалов, представитель партии «Самопомич». Фирмы, которые принимали участие, в той или иной форме связаны с господином Мишаловым. То есть, либо у него там были доли. То есть, прямая связь там прослеживается. Провайдер «Фрегат» у Мишалова значительная доля данной компании принадлежит господину Мишалову. Соответственно, вот эти родственные связи крайне неоднозначны. Своя фирма есть и у отца секретаря горсовета. И она тоже странным образом постоянно выигрывает тендеры, заказанные горсоветом. Один из последних крупных проектов – реконструкция нового моста стоимостью 177 миллионов гривен. Фирма, связанная с его отцом, по самой дорогой цене предлагает услугу. И она побеждает, хотя отклоняются услуги в три раза дешевле. Мы могли десятки миллионов сэкономить. Ни родственных связей, ни коррупционной составляющей в тендерах сам секретарь горсовета не видит. Говорит, строительная фирма отца выигрывает исключительно благодаря многолетнему опыту и репутации. Я вообще с момента, как я оказался в городском совете, полностью ушел от всего коммерческих всех процессов. И занимаюсь исключительно местным самоуправлением, общением с депутатским корпусом, подготовкой в сессии. Ничего удивительного в том, что одни и те же компании получают доступ к бюджетным деньгам, политолог Иван Красиков не находит. Дескать, должность секретаря в горсовете не последняя и, видимо, позволяет диктовать правила игры. Логично, что когда речь идет о больших заказах строительства, больших деньгах, то это так или иначе связано с политикой. Соответственно, от того, кто представлен в городе во власти, зависит, собственно, и сам процесс, кто будет этим строительством заниматься. В прокуратуре результатами тендеров, которые выигрывают одни и те же компании, пока не занимаются. Мол, с заявлениями начать расследование по этому поводу никто не обращался. Нет уголовных производств и в полиции. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Применить санкции к украинской дочке российского Сбербанка из-за того, что он обслуживает клиентов с фейками, паспортами, так называемых ДНР и ЛНР. Такое предложение озвучил сегодня на заседании правительства министр внутренних дел. Арсен Аваков попросил Кабмин незамедлительно привлечь к этому делу Совбез и НБУ. Пока же идею Авакова всецело поддержали участники торговой блокады на Донбассе. Этот банк работает в Украине, он финансирует, по сути, боевиков, он заработает прибыти в Украине, и это прибыти инвестирует в Сепаратистские республики. Мы даем две недели, я прошу на это обратить внимание, всем вкладчикам Сбербанка России на то, чтобы они изъяли оттуда средства. Мы поддерживаем господина Авакова, который заявил, что действия этого банка являются антиукраинскими и антизаконными. Поэтому через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами. По всем отделениям, которые существуют в Украине. Отмечу, что такое единодушие блокадщиков и главы МВД достаточно любопытно, ведь совсем недавно Аваков был ярым противником торговой блокады на Донбассе. И о других союзниках. Однопартийцы Авакова из Народного фронта вот-вот создадут коалицию с БПП и радикальной партией Ляшко. Одно из интернет-изданий обнародовало план создания нового альянса. Согласно документу, главная цель объединения – не допустить распуска парламента. Коалиция создается с долгосрочным прицелом к выборам 2019 года. И будущие коалицанты вовсю делят посты. Отдельной строкой прописаны риски радикалов. Так, к вступлению в союз они готовы только после подписания соглашения с МВФ, дабы не портить имидж пенсионной реформой или нормой о продаже земли. Предусмотрен планом и ребрендинг Народного фронта – распределение его нардепов в разные фракции и группы. Спасет ли это большинство? Мы поинтересовались у политологов. За счет привлечения радикальной партии, очевидно, попытаются найти вот этот новый политический баланс с прицелом на то, чтобы избежать досрочных парламентских выборов. Однако, этот выигрыш, эта победа может оказаться первой. То есть, а выигрыш весьма сиюминутным. Участие в этой коалиции, оно может оказаться фатальным для радикальной партии. С другой стороны, оно никуда не исчезает политический кризис. И, как знать, возможно, выборы как раз появились тем клапаном, который выпустил бы парк социального и политического напряжения. И, может так обернуться, что даже создав эту коалицию, рассуждая о своем будущем, ну, участники коалиции анти нынешние рискуют его потерять. Эта коалиция, безусловно, необходима владею для того, чтобы и заходным партнерам Міжнародного Валютного Фонда, новой администрации в США продемонстрировать свою функциональность. Реальна коалиция будет формироваться ситуативно, как на рынке, шляхом подкрепленных тургий для голосования того или иного законопроекта. Я думаю, что она проживет в рамках одного года. Лише до конца этого года криза достигнет новых вершин, социально-экономичных и политических. И, конечно, мы видим на вопросы безусловных парламентских выборов, если эта коалиция навряд ли переживет. Обязательно остановимся на этой теме. Сегодня в черном зеркале. Далеко ли могут уплыть эти трое в лодке, не считаясь с остальными? Старток-шоу после подробностей, не забудьте. В Украине необходимо создать отдельный орган по защите переселенцев, считают оппозиционеры. Государство, по мнению Юрия Бойко, должно помогать людям, которые потеряли практически все и начинают жизнь с нуля. Таких сейчас миллион семьсот тысяч. Многие месяцами не могут получить соцвыплаты, дети не могут получить паспорт, поскольку нет прописки. Сегодня Бойко встретился с многодетной семьей переселенцев из Донецкой области. Пообещал, депутаты на законодательном уровне будут отстаивать права переселенцев. Законопроект 4794, авторство нашей фракции, в связи с которым будет социальная допомога людям, которые пострадали в наследок боевых действий. Сегодня парламент, в наследок того, что он неэффективно работает, у него руки не доходят за политическими вещами до проблем, которые действительно турбуют людей. Но мы будем ставить, мы будем наполягать, чтобы эти проблемы были решены. Закон 4794, про который я уже сказал, он уже находится в парламенте и есть в порядке с днем. Мы сподеваемся, что все фракции поддерживают его и он будет проголосован. В зоне АТО сегодня ранены четверо наших военных, еще пять травмированы. Боевики обстреливают позиции армейцев на всех направлениях. На Луганском до 4 утра наемники поливали огнем изградов и артиллерии поселки Крымское и Смолянинова. Окупанты выпустили более сотни реактивных снарядов. А на Донецком направлении снова под обстрелами мирные жители. Днем наемники обстреляли село Зайцево. Разбита практически вся улица, где оставались жить семьи с детьми. Теперь они вынуждены выехать. От их домов мало что осталось. Но покинуть свое жилище непросто. Боевики прицельно открывают огонь по мирным жителям, чтобы отрезать им дорогу. Расстреливают все улицы снайперским огнем, огнем пулеметов, автоматов. Периодически в село залетают выстрелы с РПГ и снаряды с СПГ. Две женщины получили осколочное ранение в результате обстрела мин с минометов 182-го калибра. И получила одна женщина и мужчина ранение в результате выстрела с противотанкового ружья со стороны противника снайпером. Сегодня же боевики ударили по Авдеевской промзоне из танков, били из орудий калибра 125 мм и по Марьинке. А на Луганском направлении задействовали все вооружение. От реактивных установок град до ствольной артиллерии и минометов. Под шквальным огнем наемников находились села Крымское и Смолянинова. Двое украинских бойцов ранены. Тяжелое вооружение на Донбассе боевики возвращают на передовую. Об этом заявили в мониторинговой миссии ОБСЕ. СММ зафиксировало 69 единиц запрещенного вооружения, размещенного с нарушениями согласованных линии разграничения. Вместе постоянного хранения вооружения, так называемой ЛНР и ДНР, не хватало 17 танков и 9 минометов. Всего, по данным ОБСЕ, на прошлой неделе зафиксировано 400 случаев использования реактивных систем залпового огня. А только сегодня, как сообщает штаб АТО, противник 49 раз открывал огонь по позициям украинских военных. Ярослав Кричко, Андрей Костюк, подробности, телеканал Интер. К национализации предприятий в так называемых ДНР и ЛНР могут быть причастны беглые украинские олигархи. Об этом сегодня в Черкассах заявил глава СБУ, где вручал ордера на квартиры участникам АТО. По словам Василия Грицака, сейчас идет жесткая борьба между боевиками за контроль над заводами. У службы безопасности есть информация, что к этому причастен и беглый младоолигарх времен Януковича Сергей Курченко. Василий Грицак также сообщил, что обнародованные телефонные разговоры помощников нардепов, которые обсуждали оплату за проведение пророссийских акций, это всего лишь небольшая часть материала, которым располагает СБУ. У нас продолжается работа по документации причастности людей с числа помощников народных депутатов до проявления, как я скажу, сепаратистского характера. Я не могу напрямую некоторые вещи оголосить, но, поверьте, мы понимаем, кто плакает и откуда они пришли, за чьим проханием. А вот депутат Артеменко, чьи предложения по урегулированию ситуации на Донбассе перевели к скандалу в Украине, снова в Вашингтоне. Опять раздает интервью местным СМИ. Не вызовут ли они новый скандал? Общался с нардепом Дмитрий Анопченко. О его приезде мы узнали от американских журналистов. Артеменко только за один день, сразу после прилета в Вашингтон, дал ряд интервью, в том числе CBS, NBC и крупным газетам. Присоединяемся к коллегам, застав Артеменко в конгрессе, где с утра было несколько встреч. Нардеп уверяет, стал заложником войны журналистов против Трампа. Всю американскую прессу, что происходит в Украине, не интересует вообще. Сколько человек погибло, какие у нас экономические условия, в какой жизни мы сегодня живем, их интересует в последнюю очередь. И самое главное доказать, что вот нашелся человек, каким образом подтверждается контакт между администрацией Трампа и администрацией Путина. Полная ерунда. Артеменко говорит, его намерений просто не поняли. В том числе и в Киеве, где он уже дал пояснение следователям. Теперь претензий, по его словам, больше нет. Поэтому скандал в прессе не стал для него поводом отказаться от своего плана. Суть которого сделают Соединенные Штаты стороной переговоров. Этот план продвигают сегодня в том числе и министры иностранных дел России и Германии, которые говорили о том, что да, пора все-таки американцев, все-таки посадить за стол переговоров, потому что без них это не получается. План это понимание о том, что сегодня в изменившемся мире роль Америки как ключевого государства настолько велика, настолько возросла, что если американцы не сняют за стол переговоров, у нас этот конфликт может быть таким же затяжным, как на Придестрове. В ответ на мой прямой вопрос, что же он тогда делал в Москве? Ведь нардеп фигурирует в списке тех, кто недавно летал в российскую столицу. Артеменко неожиданно сообщает, мол, его поездки были согласованы с СБУ. А цель их такая. У меня есть друг, фамилия его Николай Корпек. И часть нашего плана, наших мирных инициатив, это освобождение всех украинских заключенных, которые находятся сегодня в московских застенках. Так вот, мне очень приятно, что конгрессмены, сенаторы подготовили письмок на имя президента России Путина, где просят освободить человека, амнистировать его. Вот чем я занимался вместе с американскими коллегами в Москве. Я не говорил об этом раньше, потому что не имел на это право. Мне приятно, что СБУ, с которым мы согласовали все полностью свои шаги, что она поддерживает нас. По словам нардепа, в стремлении освободить Корпека его поддерживают несколько влиятельных конгрессменов. Да и в целом, несмотря на смену политических элит, в Капитолии достаточно людей, заинтересованных в помощи Украине. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Введение языковых квот на телевидении приведет к тому, что украинцы установят спутниковые тарелки и перейдут на интернет-телевидение. Так считает нардеп от оппозиционного блока Николай Скорик. Комментируя заявление Петра Порошенко, который намерен предложить Верховной Раде проголосовать за квотирование украинского языка в телеэфирах, Скорик предлагает развивать многонациональную культуру украинского народа, а не обострять языковую конфронтацию. Продолжаем подробности недели. Вот что узнаете из второй части выпуска. Кровавый теракт в Дюссельдорфе. Вооруженный топором мужчина напал на пассажиров электрички. От ненависти до дружбы один шаг. Эрдоган и Путин встретились и заявили о восстановлении сотрудничества. Дело беглеца живет и процветает. Депутаты из Яремча решали, спасать бизнес Злочевского или нет. Только за 10 дней марта фуры с львовским мусором успели побывать как минимум в шести регионах. За это время грузовики наведались в Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую, Одесскую и Черкасскую области. Некоторые фуры успевала отловить полиция и тогда их возвращали обратно во Львов. Но многие сбрасывали отходы подальше от населенных пунктов, чаще всего в лесопосадках. Один из таких подарков обнаружили неподалеку от трассы Киев-Днепр. Второй раз за неделю там устроили незаконную свалку львовского мусора. На этот раз фура разгрузилась в чистом поле. На месте побывал Станислав Кухарчук. На этом поле у семьи Николая Смирнова свой пай. Мужчина с грустью наблюдает, как ветер носит полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. На окраине поля куча мусора. Отходы сбросили на окраине Орловца в 500 метрах от съезда с трассы Киев-Днепр. Фура приехала ночью, поэтому как разгрузилась местные жители не видели. А вот откуда мусор догадаться нетрудно. Среди хлама школьные тетради, почтовые конверты, кассовые чеки. И все это из Львова. 5.03.2017 года. Понимаете, какой в него шлях? Если эту кучу выкинули с 7 на 8 в ночи, то выходит, что с 5.06.07. Фактически за два дня. Сельский голова Орловца рассказывает, судя по следам от колес, фура заехала со стороны столицы. Чиновник уверен, места для свалок водители фур ищут не сами. Скорее всего, кто-то сопровождает. Попередно они выезжают, машины, мабуть, идут позаду, и они регулируют, где кудись завезти его и завалить. Это сметча, которое потом нам нужно будет за рахунок громады вывозить и утилитизовать его. Полиция и экологи уже обследовали незаконную свалку. По факту загрязнения земли правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские надеются, что установить личность водителя и номера машины смогут, посмотрев видео с камер наблюдения. Они расположены на трассе и в самом селе. Все будет вылечено, будет дослежено в рамках проекта следственных действий. Будет установлено. Мы сподеваемся, что в частности будет установлено государственное правопоручение. Если водителя найдут, ему грозит штраф чуть больше трех тысяч гривен. А вот чтобы утилизировать львовский мусор, Орловец потратит не менее десяти тысяч. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область. Украина практически полностью исчерпала беспошлиные квоты на экспорт продукции в страны ЕС. По данным Еврокомиссии, пять из них уже использованы. Это такие основные группы товаров, как мед, сахар, крупы и мука, виноградные и яблочные соки, кукуруза. Еще две квоты, которые включают обработанные томаты и пшеницу, вот-вот закончатся. Ранее в Минэкономике заявляли, что Украина вошла в тройку топ-стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского Союза. В Брюсселе закончился саммит глав стран Евросоюза. Обещали о Брекзите не говорить, но не получилось. Выход Великобритании из ЕС стал одной из топ-тем. Об идиллии в рядах Евросоюза говорить не приходится. Кто же мучит европейскую воду? Подробнее наш корреспондент Светлана Чернецкая. Брекзит еще не запустили, а их уже стало на одного меньше. 27 лидеров стран ЕС собрались сегодня за круглым столом обсудить будущее Евросоюза. Британский премьер в этом разговоре участвовать не захотела. Уехала домой накануне. Пришло время покинуть Европейский Союз и начать строить независимую самоуправляющуюся глобальную Британию, как к тому призвал британский народ. Так что мы запустим процесс выхода из ЕС до конца этого месяца. Напоследок Тереза Мэй призвала ЕС эффективнее противодействовать информкомпаниям со стороны России. А в самом Брюсселе не устают повторять. Брекзит события прискорбные. Но это далеко не конец Евросоюза. Мне не нравится Брекзит. Мне бы хотелось быть в одной лодке с британцами, но надеюсь, что настанет тот день, когда они вернутся. Нашей главной политической целью является сохранение Европы единой и состоящей из 27 стран. Но на этом саммите появилась еще одна трещина. Польша глубоко разочарована переизбранием Дональда Туска на пост президента Европейского совета. Варшава обвиняет Туска в том, что он вмешивается во внутреннюю политику Польши. Но несмотря на ее протесты, он остался президентом еще на 2,5 года. И это тот редкий случай, когда решение лидеров ЕС не было единогласным. 27 за, 1 против. Мы восприняли это решение так. В ЕС доминирует одна страна, и не будем скрывать, что это Германия. И мы понимаем, что она сильно давит на определенные страны. Если ЕС не сойдет с этой тропы, она скоро останется лишь частью истории. Я буду делать все. Люксембурга, Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. А позже подобную встречу Бенелюк спланирует с балтийскими странами, чтобы сплотиться в эти непростые для ЕС времена. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. На днях Совет Евросоюза продлил санкции против беглого Януковича и 14 его соратников. Но при этом снял все ограничения с Юрия Иванющенко. Так что дело против него может быть закрыто. Верховный суд также отклонил ходатайство ГПУ и отказал в пересмотре решения апелляционного и высшего специализированного судов. Это означает, что прокуратура должна закрыть уголовное производство. Напомню, дело открыла два года назад генеральная прокуратура. Иванющенко подозревали в хищении миллиардов киотских денег. Но необходимых доказательств следователи не предоставили, уверяют адвокаты. Речь идет больше о политическом преследовании, а в дальнейшем о защите чести мундира генеральной прокуратуры. Ни для кого не секрет, что долгое время он был депутатом Верховной Рады от партии регионов. Его олицетворяют с так называемым донецким бизнесом. Его олицетворяют с окружением Януковича. И сейчас признать на любом уровне, хоть судебном, хоть на уровне органа досудебного следствия, о том, что были выдвинуты безосновательно обвинения в его адрес, ну, это очень тяжело, и это повлечет определенные последствия для того, кто был инициатором этих дел. А вот обвинительный акт по делу Януковича уже 14 марта главная военная прокуратура передаст в Печерский райсуд столицы. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко. Напомню, что 13 марта истекает установленный судом срок для ознакомления адвокатов Януковича с делом. У другого беглеца дела идут неплохо. Николай Злачевский, экс-министр экологии времен правительства Азарова, расширяет свой бизнес на территории Украины. Это выяснилось неожиданно. И где бы вы думали на сессии Ивана Франковского облсовета? Подробнее наши корреспонденты. Сессионы издал Ивана Франковского облсовета. Несколько десятков ветеранов АТО с плакатами в руках выстраиваются возле трибуны. Сессия начинается и бойцы зачитывают свое обращение к депутатам. Если вы должны задать вопрос о том, если на данном фильме кто говорит, кто заинтересовал этот вопрос от адвокатов украинцев? Украинцев в этом фильме есть и лучший народный депутат партии регионов, так и лучший министр экологии, Руслан Куркович, мы просто отвечаем. Резонансный вопрос депутаты решают рассматривать одним из первых. Выясняется, в прошлом году в облсовет пришло письмо от госслужбы геологии и недр Украины с просьбой предоставить малоизвестной фирме Пари разрешение на разработку земельного участка. Речь идет о почти 10 гектарах нефтегазового месторождения Чимиговская площадь недалеко от Яремче. Экологическая комиссия облсовета просьбу рассмотрела и без каких-либо замечаний выдала разрешение. А сегодня вынесла решение на утверждение. Депутаты оправдываются, не знали, что за фирма стоит Злачевский. Представители фирмы пытались переубедить депутатов и получить разрешение на пользование недрами. Представители поменялись с прошлого года. Конечно, в какой-то части, возможно, там и присутствуют старые руководители, но сейчас очень много инвесторов. По данным информационной платформы Ю-Контроль, почти 100% Пари принадлежит кипрской компании Burisma Holding Limited, конечным бенефициаром которой является экс-министр экологии Николай Злачевский. Не менее интересен и состав совета директоров компании. Экс-президент Польши Александр Квасневский, сын вице-президента США в администрации Обамы Хантер Байден, бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Коффер Блэк. Но столь громкие фамилии ивано-франковских депутатов не впечатлили, и они решили, что будут голосовать за отказ. Во время обсуждения дошло до взаимных обвинений. Паня Оля как раз служит, напевно, и этим хлопчикам, которые сегодня выступали, я хочу что-то сделать, для того, чтобы они не могли подставить вернуться к суду. В результате депутаты почти единогласно отказали компании в доступе к недрам. Напомню, после Майдана в отношении экс-министра Николая Злачевского открыли уголовное дело и объявили в розыск. 64 скважины его компании Буризма были арестованы судом. Однако в январе этого года ГПУ закрыла все уголовные производства против Злачевского и сняла арест с имущества. И теперь экс-регионал, видимо, решил расширить свой бизнес. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автоназ, подробности, телеканал Интер, Ивана Франковск. Рейдерский захват столицы. Представители предприятия завод коммунального машиностроения заявляют о попытке забрать у них собственность. Причем с помощью полиции. Все произошло накануне. На территорию предприятия зашли представители другой компании. Такие случаи рейдерства в Украине участились. Яркий пример – Мариупольский нефтеперерабатывающий завод, который неизвестные разграбили при полном бездействии правоохранителей. Мы уже не один месяц освещаем эту историю. Что же произошло в Киеве накануне, разбирались наши корреспонденты. Все машины личные, входит раз, разумираем. Так владельцы в 4,5 тысяч квадратных метров помещений на улице Пшеничной выгоняли с территории их же собственности. Арбитражного управляющего завода коммунального машиностроения вытеснили, а другой структуре автометрополис помогли зайти. На каких основаниях представители завода не понимают, называют это рейдерским захватом. И уверяют, это не первая попытка собственников автометрополиса забрать помещение. Слава Богу, что есть нормальный министр юстиции у нас в стране, Павел Петренко. Он на сегодняшний момент дал полиции четкие директивы, уже давно принявшие антирейдерский закон. Они получили абсолютно другие полномочия, которые они на сегодняшний момент и реализовывают. Сагеда Глеб, один из співвластников ТОВ «Метрополис». Он имел на методе рейдерским способом отримать право властности на примечении, что належит ПАТ, завод коммунального машинобудования. Первую пробу он сделал в 2016 году вчера. Была действительно другая проба уже физического захлопления этих объектов. Причем и с застосованием спецподразделев полиции Корп. История хозяйственного спора между двумя структурами началась давно. Завод коммунального машиностроения сдавал в аренду помещение компании «Автометрополис». В марте 2016 года действие договоров закончилось. Однако все это время территорию не покидает и продолжает работать здесь. В это время завод коммунального машиностроения суд признает банкротом и должником из-за невозврата кредита. Вдруг уже бывший арендатор «Автометрополис» заявляет, дескать, эти цеха – его собственность. У меня такое впечатление, что все договоры, если они действительно есть, там были складены, сделаны на коленце в тот же день, когда мы появились на этой территории, и ликвидатор приступил к своих обязанностям. Завод идет в суд. 26 грудня Господарский суд города Киева вынес ухвалу про витребование майна в властность завода коммунального машинобудования. И, соответственно, ухвалы, которые поступают в силу негайно, выдают наказы на примусовое выполнение решения судов. Вот это решение хозяйственного суда. Так, предприятие получает новый документ о праве собственности уже в начале этого года. Документы представители завода показывали правоохранителям и вчера. Есть информационная доведка из единого державного реестра правовлазности на группу майна и поведен до какого. Мы ее властникам всего замещено. Однако это, говорят, не помогло. Всем этим керував Макаринский Ярослав, первый заступник управления полиции Сутошинского района. Таким чином, действуются перешкоды в действительности правовлазности. Макаринский Ярослав, неизважающий на все предъявления документов, что вказывают на правовлазности, с погрозами нас смыслило покинуть территорию. Было сказано Макаринским Ярославом, у вас 10 минут, что вы покинули территорию, но почему-то на территории остались представители другой стороны, автометрополиса. Почему полиция вмешалась в хозяйственный спорт? Мы попытались в этом разобраться. Отправили запросы и в МВД, и в нацполицию Киева. Там переадресовали наши вопросы непосредственно в Святошинский райотдел. Полиция не выгоняла никаких властников. Полиция задействовала охрану громадского порядка. Мы не втручаемся. Мы навели громадский порядок на территории. Всем разъяснили, порядок наведенный. Все стороны, будь ласка, до суду. Есть апелляция и ждем решения суду. Однако ни решения хозяйственного суда, ни документы о праве собственности полицию почему-то не остановили. Не собираются останавливаться и законные собственники помещений. Говорят, готовятся воевать, но только в правовом поле. Андрей Кровец, Юрий Косновский. Подробности телеканал Интер. В Турцию без загранпаспортов смогут вскоре ездить украинцы. Сегодня правительство одобрило соответствующий проект соглашения с этой страной. Чтобы въехать или выехать, либо же находиться там на протяжении трех месяцев, гражданам Украины достаточно будет ID-карточки с электронным носителем информации. На таких же условиях смогут посещать нашу страну и граждане Турции. Необходимые для этого документы Владимир Гройсман планирует подписать в Анкаре уже в ближайшие дни. В следующем неделе у меня будет рабочий визит до Туречкины. Почти этого визита мы должны подписаться с турецкими коллегами сообществом документ, который даст возможность с электронными ID-картками, которые мы уже можем выдавать и выдаем, подорожать до Туречкины без каких-то закордонных паспортов и так далее. Это тоже открывает для сручности туристов новые возможности. А вот президент Турции сегодня в Москве. Официальный визит Эрдогана в Россию проходит на фоне испортившихся отношений с Западом. Зачем он поехал в Российскую Федерацию, все подробности далее. Второй после перемирия визит президента Турции Раджепа Эрдогана проходит в атмосфере неснятых с Анкары российских санкций. Однако, как следует из официальных сообщений, с надеждой на урегулирование ситуации в Сирии. Прогресса в этом вопросе по-прежнему мало, но одобрительную риторику стороны начали использовать буквально с первых минут. Мне очень приятно отметить, что, видимо, никто этого не ожидал, что на уровне военных ведомств специальной службы становится такой доверительный и очень эффективный консульт. Впрочем, во время протокольной съемки Эрдоган куда охотнее говорил об энергетике. Речь шла о перспективном газопроводе «Турецкий поток». Его строительство планируют проложить по дну Черного моря, и судьба трубы менялась уже не один раз. Мы встречались недавно на энергетическом конгрессе, и я считаю, что этот конгресс прошел очень эффективно с точки зрения восстановления наших контактов. А вот с контактами на Западе у правительства Эрдогана в последнее время дела идут туго. Например, Берлин запретил турецким чиновникам агитировать в Германии за конституционную реформу Эрдогана, после чего турецкий лидер сравнил политику Германии с нацистской. Поэтому дружелюбную риторику Эрдоган теперь применяет на другом, в восточном векторе. Я рассчитываю, что нашими главными темами станет возобновление торгово-экономических контактов, особенно в сфере оборонной промышленности. Уже после встречи Эрдоган заявил, он рассчитывает, что Россия отменит визы для граждан Турции. Напомню, они были введены сразу вместе с экономическими санкциями, после того, как турецкие ВВС сбили российский военный самолет. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. В Стамбуле разбился вертолет. На борту было семь человек, не выжил никто. Четверо из погибших граждане России. Информацию уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Федерации. Известно, что вертолет принадлежал турецкой компании и врезался в телевышку вскоре после вылета из аэропорта имени Ататюрка. Среди основных версий о причинах аварии – плохая погода. В районе падения был сильный туман. На борту был один из турецких менеджеров, торговый представитель из России, а также российские клиенты. Мы пригласили их в Стамбул на выставку-ярмарку керамики для ванной и кухонь. Девять человек ранены, четверо в тяжелом состоянии в результате атаки в Германии. Мужчина с топором напал на пассажиров городской электрички в городе Дюссельдорф. Подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Крики и в панике убегающие «Кто куда люди» – это любительские кадры, снятые на центральном вокзале Дюссельдорфа. Накануне поздно вечером вооруженный топором мужчина сначала напал на пассажиров городской электрички, затем атаковал стоящих на перроне людей. Преступник попытался скрыться, спрыгнул с моста на одной из улиц возле вокзала, получил травму. Его задержали и доставили в больницу. Личность нападавшего уже установлена. Это Фатмир Ха, выходец из бывшей Югославии, который давно живет в Германии. По данным полиции, мужчина психически болен, имел суицидальные наклонности и регулярно проходил лечение в стационаре. Действовал он в одиночку, якобы надеясь, что его застрелят полицейские. Мы исходим из того, что преступник не был связан с исламистской средой. У него явное психическое заболевание. Сегодня вокзал Дюссельдорфа работает в нормальном режиме. Поезда отправляются и прибывают по графику. Но на всякий случай принято решение временно усилить охрану. Похожее нападение в Германии уже было. В июле прошлого года вооруженный топором беженец из Афганистана напал на пассажиров на вокзале города Вюртсбург. То атаку квалифицировали как теракт. Нападавший был сторонником ИГИЛ. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Апгрейд для слона. Дьявольский мем от британского премьера. И холодный прием для королевы. Про это и не только в нашем международном обзоре. Апгрейд для слона. В калифорнийском зоопарке смастерили специальные защитные колпачки из медида бивней для слона. Животному уже 13 лет. Ведет себя очень активно. Неудивительно, что его бивни порядком поизносились. Работники зоопарка переживают неспокойный обитатель может их окончательно сломать. А это в свою очередь предполагает риск попадания инфекции. Необычный заказ делось выполнить местное предприятие. Слон, похоже, в восторге от новинки. Новым интернет-мемом стал дьявольский смех британского премьера Терезы Мэй. Пользователи сети не смогли забыть, как она посмеялась над вопросом оппонента, лидера британских лейбористов Джереми Корбина. Говорят, ее поведение в парламенте напомнило злобный смех кинозлодеев. В сети даже появился хэштег «Тереза смеется». Один из пользователей написал «Похоже, Мэй эволюционирует в свою окончательную форму». Четырехлетнюю Мэдисон из американского штата Угай едва не унесло ветром. Когда девочка открывала входную дверь своего дома, сильный порыв ветра сбил ее с ног. И малышка, повиснув на дверной ручке, оказалась зажатой между стеной дома и дверью. Ее мама Британи впоследствии выложила в сеть видео с камеры наблюдения. Уверяет, с ребенком все в порядке. Холодный прием. Двухлетний ребенок не захотел общаться с королевой Великобритании. Это произошло на открытии лондонского мемориала ветеранам войн в Ираке и Афганистане. По плану двухлетней Алфи, как сын участника боевых действий, должен был подарить цветы королеве Елизавете. Но в ответственный момент мальчик стал вырываться из рук матери. Ее величество невозмутимо продолжило церемонию. Издержки прямого эфира. Доцент Пусанского университета Роберт Келли решил издом удать комментарии BBC по поводу импичмента президента Южной Кореи. Но в кадр неожиданно ворвались его дети. Сначала маленькая дочка, а следом и годовалый сын, который ходить еще не умеет, но уже просится в эфир. Папа извинялся сквозь смех. Вероятно, появление детей в кадре стало большей сенсацией, чем само интервью. Ну вот вы узнали и самые главные, и самые интересные подробности этого дня. Далее по плану у нас ток-шоу «Черное зеркало». Не пропустите, стартуем через несколько минут. Далее по плану у нас ток-шоу «Черное зеркало». И так далее, и так далее. Далее по плану у нас ток-шоу «Черное зеркало». Як підписали ручкою. Так, сэксэксэксэйвэйч. Цим займается национальная акционерная... Энэзо, СНР. Национальное антикорупсийное бюро. А. Субтитры сделал DimaTorzok